ТРАССА 101 Приветствую, в эфире ТРАССА 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. ГИБДД выявляет всё больше и больше неисправных машин. Якобы в этом году их число приблизилось к 2 миллионам, информирует издание Колеса.ру. В связи с этим власти разрабатываются новые требования для пунктов технического осмотра. Их будут внезапно проверять и нещадно наказывать. По некоторым оценкам, добавлю, до 80% российских автовладельцев диагностические карты покупают без осмотра авто. ТРАССА 101 В законодательство могут включить ещё одно основание для лишения водительского удостоверения. Это хулиганство за рулём, совершённое неоднократно. Такое предложение высказала в Госдуме одна из женщин-депутатов. По её словам, она посмотрела видеоролик, как во Владивостоке водитель намеренно окатил пешеходов водой из лужи и сам выложил видео. Безнаказанным это оставлять нельзя, возмутилась народная избранница. Законопроект уже готовится, заявила она. ТРАССА 101 Каждый десятый автовладелец в нашей стране транспортный налог не платит. Это выяснилось в ходе опроса, проведённого агентством автостата и изданием «За рулём». Самая многочисленная группа респондентов, почти четверть, отдаёт в качестве такого платежа от 1 до 3 тысяч рублей. Каждый пятый ежегодно раскошеливается на сумму от 3 до 5 тысяч. Более 20 тысяч платят около 5% наших соотечественников. ТРАССА 101 Самым популярным в России новым легковым автомобилем в кузове седан сейчас является «Лада Грант». Цены на машину начинаются от 471 тысячи рублей без учёта скидок. На втором месте информирует агентство «Автостат» «Фольксваген Поло». Его начальный ценник – 700 тысяч рублей. Бронза принадлежит «Ладе Веста» со стартовой ценой 654 тысячи. Также в пятёрку входят «Хёнде Солярис» и «Киарио». Минимум 775 и 800 тысяч рублей соответственно. ТРАССА 101 «Фольксваген» начал серийный выпуск электрического кроссовера ID.4. Цена новинки пока неизвестна. Она обладает запасом хода в 500 километров. Зарядка от обычной розетки. 80% заряда можно получить за 30 минут. Изначально в продажу поступит версия с задним приводом. Позже появится полноприводный автомобиль с электромоторами на каждой оси. В скором времени немцы хотят наладить производство электрического купе-кроссовера ID.5. На этом всё. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания. ТРАССА 101 Субтитры создавал DimaTorzok